Привет, это утренний отбор Дарвиновского музея. Надеюсь, вы уже обработали своих домашних питомцев от клещей. Я, да. Но о себе я тоже теперь беспокоюсь и думаю, скоро же ехать на дачу, копать грядки, гулять в лесу. А что там клещи? Опасны ли они для людей? Вообще, кто они, эти клещи? И давайте узнаем о них побольше, чтобы, так сказать, предупрежден, значит, вооружен. А мы сейчас пойдем к антомологу Тимофею Левченко, который не предупрежден о нашем визите и будет совершенно перед нами безоружен. Скажи, пожалуйста, клещи, они же не насекомые. Да. А кто они? Это верно. Клещи – это клещ. Это, если уж так говорить, то насекомые относятся к неполноусам, потому что у них только одна пара усов, а клещи относятся к тем, у кого усов нет вообще. Это безусые членистоногие, у которых фактически нет челюстей. У них есть так называемые хелицеры, за что они свое название получили, с помощью которых они что-то колят. Там на конце каждой этой лапки, этой хелицеры, есть некое, значит, колющее устройство, какой-то шипик. Но клещи ушли вот в эту среду самых мелких существ, где у них нет конкуренции с насекомыми, и в результате стали более разнообразны, чем пауги, которые остались крупными, и стали эти свои хелицеры приспособлять, в том числе и для жевания уже вторично. Хотя это невживательный аппарат есть у ряда видов, но он имеет альтернативное развитие, чем у насекомых. То есть это такие, как бы, две параллельные ветви, по-своему успешные. Хотя клещей описано чуть больше 50 тысяч видов, а насекомых больше миллиона видов, но, скорее всего, просто клещи очень мало описывали, потому что они очень маленькие. Как правило, меньше миллиметра размера. А какие клещи самые распространенные, с какими мы можем встречаться? Ну вот мы, например, люди, живущие в средней полосе. Ну вот у нас при слове «клещ» в первую очередь возникает ассоциация с иксодовыми клещами, которые кусают. А чем они, кстати, кусают? Что это, если у них нет челюстей? Вот этими самыми хелицерами и кусают. То есть хелицерами называются такие штуки, которые работают как челюсти, но это не челюсти. Да. У них есть специальный хоботок, вот, с помощью которого они потом пьют кровь. Они его... Самые известные. А еще каких-то мы встречаем, не зная об этом. А еще очень распространенная тема, но сейчас подзабытый, это чесоточный клещ, который живет под кожей у человека, вызывает неудобства. Поэтому мы его замечаем. Но он обычно заводится вот в таких вот местах, в каких-то... Вот здесь вот на руках. И большая часть жизни проводит внутри кожи, грызет ее. Питается верхним слоем кожи, поэтому это не болит, просто немножко чешется. И вечерами они выходят на поверхность тела, чтобы встречаться с противоположным полом, размножаться. Какое ужасное? Это все у людей? Это все у людей. Но это было до недавнего времени. Поэтому если вы моетесь вечером, вот, когда они выходят на поверхность, то несколько раз помывшись, вы от них полностью избавитесь. Поэтому сейчас это очень редкая зверушка. То есть они опасны только если человек не имеет возможности помыться? Да, не надо мыться утром, надо мыться вечером. Очень полезный совет. А вот насчет этих, которые отпеваются и кровь пьют, они зачем это делают-то? Это им нужно для еды, чтобы перелинять в следующую фазу, если это личинка, или если это самка, чтобы ей отложить яйца, самцу, чтобы найти самку. Естественно, больше всех должна выпить самка размножающаяся. Она может увеличиваться в размерах в 10 раз в результате этого питания. Если она там 3 миллиметра, допустим, она длиной, она может напиться до 3 сантиметров. Сантиметров? Да, сантиметров. Боже. Да. Ну, наши не такие рекордсмены, которые живут в средней полосе, но там, в Африке есть такие клещи. Есть такие клещи, которые могут не есть и ждать своей добычи 8-10 лет в пустыне. Сидеть и ждать, пока кто-нибудь не придет. Ну, это тоже из эксодовых клещей и аргасовые еще клещи, близко к соседнему семейству аргасовые клещи. Но это самые крупные клещи в мире, гигантские, вот эксодовые аргасовые. Они вот как раз, там некоторые виды могут и там 3 с половиной упиваться там до состояния. Потом, что с ними происходит. Вот, допустим, до предела напился. Откладывает много яиц. Куда? Тысячи яиц. Отваливается? Разбрасывает во все стороны. Ну, клещ отваливается, соответственно, и там уже переваривает, и это там же кровь, это же не просто жидкость. Там же много чего содержится питательного. Вот из этого уже получаются те самые яйца. То есть, это такой хищник. У них это изначально возникло отхищничество. Есть разные способы питания, как я говорил, потому что они развили разные свои эти челюсти, челюстной аппарат из вот такого простого, где практически ничего нет. Они сейчас клещи могут разные виды, разные группы могут есть все, что угодно. Да, вопрос такой желудотрепещущий. Если мы хотим избавиться от клеща, советуют намазать маслом его туловище, так скажем, которое наружу торчит. Это правда, что они попой дышат и если мы мажем маслом, то они начнут задыхаться и поэтому вылезают и отваливаются. Там есть действительно специальные дыхальца на их теле. Все сегменты у них слиты в одно у клещей. Мы знаем, у паука есть головогрудь, брюшко, насекомых тоже из трех частей тела стоит у клеща. Это цельная структура и эти дыхальца можно даже очень хорошо видеть. Но это я говорю про эксодовых клещей. Но он может очень долго не дышать, ему не нужно вести там какую-то супер большую активность, поэтому я думаю, что это сомнительная рекомендация. Его вообще лучше как можно скорее снять этого клеща при его обнаружении, потому что во-первых, вы можете его снять до того, как он добурился до вашей крови, и тогда если он даже будет зараженный чем-то, каким-то вирусом или бактерией, то он не нанесет вам вреда. Во-вторых, когда он уже добрался до крыльностного сосуда, чтобы заразить необходимо, чтобы туда попала слюна клеща. Это тоже не всегда происходит, и можно как бы тоже опередить вот это самое лучшее, если у вас хорошая мелкая моторика, попытаться этого клеща вынуть руками. Если вы сомневаетесь, особенно если это какой-то сибирский регион или там Дальний Восток, Север Европейской части, сдать его на проверку, там очень высокая зараженность, чтобы не заболели вы чем-то. В средней полосе не так много. Московской области энцефалита нет, Бурльо встречается в отдельных районах, Шатурском, Сергею Посадском, Талдомском, но там зараженность низка. Как его вытаскивать? Говорят, по часовой, против часовой, как его выкручивать, если он уже впился? Дело в том, что хоботок клеща имеет, у него метод действия это гарпун, то есть он покрыт мелкими такими зазубринами, которые наоборот против кожи. и второй момент он еще фрыскивает туда такое вещество напоминающее цемент. Раствор такой, который затвердевает и связывает этот хоботок с кожей, в которой он находится. Вот это тоже в связи с тем, что лучше вынимать пораньше, пока он не успел закрепиться. И хорошо вынимать как бы вместе с вот этим вот кожей, которая вокруг. То есть, чтобы не остался, чтобы не оставить хоботок внутри. Если просто тянуть за клеща, то есть риск, что там ротовые части останутся у вас там. И что? Это плохо? Ну, вот я объяснил, что это может быть плохо, потому что там может содержаться его слюна, которая может быть заразной. Поэтому, если вы там себе неуверенны, там рвать и тащить тоже не надо, потому что это можно сделать хуже, потому что часть клеща останется. Но, в принципе, если он не догрызся, не докопался до сосуда, это просто потом отвалится вместе с отмерзшей кожей, вам тоже ничего не будет. Ну, головы у него нет, по сути. А что это? А, ну вот эти... Ну, у него единое тело, там только вот ротовые части. А кто страдает от клещей? То есть, они вцепляются во все, что угодно, там от маленького до великого. Допустим, мыши, да, они же все время там в траве шуршат, у них больше опасности подцепить клеща получается. Так и есть, да? То есть, они из мышей тоже впиваются? Да, их жизнь как раз завязана на вот этих вот мелких зверях. Но у нас, если мы говорим о Подмосковье, у нас вводится два главных вида, которые могут кусать людей, а также мышей, собак, кошек, им не важно, ну, некое теплокровное животное. эксодос рецинус и дермоцентр ретикулятус. Значит, просто говоря, первый эксодос рецинус его еще по-другому называют собачий клещ, а дермоцентр это луговой клещ. Соответственно, первый больше водится где-то по лесным опушкам, полянам каким-то, второй больше водится на лугах открытых пространствах. У лугового клеща у него такая на спине мраморная пластинка очень красивая. И вот эти виды, они как бы связаны как раз с мелкими животными, которых они нападают сидя где-то на траве рядом с местами, где они ходят, то есть, это звериные тропы. То есть, не надо думать, что клещ будет нападать на вас, если вы заберетесь глухой ельник с ветками, или что клещ спрыгнет на вас там откуда-то с дерева или из кустов, там клещи не сидят. Они сидят как раз на траве, поэтому если там, допустим, где-то какая-нибудь дача или садовое товарищество, там много-много домиков, и по этому товарищу бегают собаки, кошки, и вот у них есть какие-то маршруты, по которым они любят ходить, вот эти животные, которых отпускают на вольный выпуск, и вот там, где они любят ходить, там вот как раз они будут сидеть. А так это будут еще полевки, которые живут на лугах, если там вот есть их норы, холмики, тоже там вот рядом с этими местами, если скот какой-то пасется, тоже, то есть им не важно что, потому что крещи жили здесь до человека, и человек для них это, а также скот и домашнее животное человек, это не вполне понятная добыча, потому что они больше ориентируются на животных лесной зоны, и когда они попадают на человека, они вообще не понимают, что здесь надо делать, потому что у нас кожа отличается от мышиной, от полевочей, этой, грызунов, там, всех остальных очень сильно, и они не могут ее нормально проколоть, вот, и поэтому они колют не везде и не всегда, значит, нападают на человека, не в каждой точке, то есть, это может быть в районе пояса, если там ремень, где там штаны плотно прилегают, это где-то в районе подмышки, в районе шеи, где еще там могут, где их как бы прижимает, там они могут войти, потому что наша кожа очень мягкая для них, слишком, излишне, это скорее случайность, то есть, он не имеет целью напасть на человека, то есть, он нас не ненавидит, да, это я говорю про тех, которые непосредственно вот здесь у нас живут, потому что, как бы, их видов-то много, там, вот этих эксодовых клещей, их там, больше 600 видов на всех материках, и где-то есть, которые связаны там и с обезьянами, и на человеке, тоже там, в Африке. Вопрос такой, а вот эти опасные клещи, их как-то можно определить по внешнему виду? Они как-то отличаются от неопасных? В первую очередь, размерами, что, как я говорил, это наиболее крупные представители клещей, которых можно видеть невооруженным глазом, то есть, это 2-3 миллиметра, когда он голодный, когда наш, там, сытый клещ, там, он может быть по сантиметрам, там, если найдете на своей собаке, потому что бывает так, что сейчас в Москве клещи, клещей там полно, там, а это человек гулял с собакой на даче, потом приехал в город и через несколько дней обнаружил, что там клещ на его собаке, потому что для их, как бы, жизнедеятельности им нужны, вот, места, как бы, более просторные, привольные, и в Москве клещи есть только в крупных лесопарках, типа Лосиного острова и Битцевского леса, но еще, может, где-то там должны быть, в основном их привозят, а есть еще клещи, которых вы можете увидеть, ну, по крайней мере, ну, я так замечал, что люди спрашивают, что это такое, клеща можно увидеть весной, вот сейчас, такая вот ранняя весна, когда люди на даче начинают копать грядки, и там иногда земли, в черной земле вдруг появляется такая бархатная красная пуговка, такая очень пушистая, мохнатая, вот она иногда бодрая, иногда менее бодрая, перебирая ногами, значит, идет по этой черной земле, и очень хорошо видно, это вот краснотелковые клещи, которые нападают на насекомых, они людей не трогают, те виды, которые водятся у нас в средней полосе, они не нападают на людей из краснотелковых клещей, но они очень красивые, симпатичные, и есть еще те люди, которые ходят на рыбалку, они иногда видят тоже нечто красное и круглое, плавающее в воде, иногда не будет не красный и круглый, там бывают и синие, и оранжевые разного цвета, бывают еще водяные клещи, они тоже человека никак не трогают. Тимофей, а... Ну и результат жизнедеятельности клещей, их тоже можно много где увидеть, но вот если выйти клеща целиком, то это так, самые заметные у нас в средней полосе, потому что они большие. Слушай, а как работает защита собак от клещей, да, вот им капают, например, на холку какие-то специальные капли, да, и после этого через некоторое время клещи от собаки отваливаются, даже если вцепились. Как это работает? Я о таком не слышал. Серьезно? Честно говоря, да. Потому что у них... Как от клещей защищаешься? У них способ, значит, защиты, принцип действия, как защититься от клеща, там, собаку и там, кого угодно. Во-первых, это их органы чувств у клещей. У них очень плохое зрение, хотя у них есть глаза. Они видят некое темное пятно, и это для них сигнал насторожиться. Нечто, заслоняющий свет. Вот он сидит на травинке, и тут вдруг стало темно. Он видит некое что-то большое, темное, приближающееся. Он понимает, значит, это, значит, сейчас будет что-то вкусное. Поэтому один из способов это одеваться во что-то яркое, белое, не черное. Во-вторых, дальше клещ начинает реагировать, ну, этот эксодовый клещ, когда он сидит на этой травинке, он поднимает ноги, передние ноги, и на них у нее специальные органы, которые улавливают разницу в концентрации углекислого газа. Потому что вокруг любого живого организма есть, значит, процесс дыхания, его клеточного, и он чувствует вот эту разницу. поэтому второй способ избавиться от клеща это отбить запах. Потому что кроме углекислого газа, как бы, вы от него не избавитесь, но там есть еще и другие у него органы обоняния, которые тоже чувствуют, значит, запахи людей, поэтому на разных людей они нападают по-разному, с разной интенсивностью. И я считаю, что самое лучшее это просто-напросто побрызгать себе ноги какой-нибудь отравой, чтобы они не чувствовали этого, которое наносится на одежду, в том числе. Если клещ, ну, все это на него не подействовало, потому что, как вы понимаете, избавиться здесь полностью от запаха невозможно, углекислый газ, то надо, как бы, прислушиваться к себе и думать, не чешется ли вас где-то там, в каком-нибудь месте, вот, особенно в районе таза. Или, ну, потому что там клещ, когда он ползет снизу, он, значит, вот в эту область первое, что ему вызывает неудобства, когда он пытается понять, где он находится. И поэтому надо осматриваться, как бы, следить, если чешется достаточно просто этого клеща стряхнуть с себя. Да, вот сейчас они просыпаются, они голодные, после зимы нашему клещу достаточно покормиться один раз в год, чтобы наесться и перелинять. Поэтому, когда вот сейчас, ну, все будет зависеть от погоды. Когда идет интенсивный рост травы, бурный, вот, когда станет все зеленое, вот, будут клещи как раз на ней сидеть, это будет у них самый пик, им будет тепло, им будет хорошо. Конечно, они выходят сразу после того, как стоял снег, но это идет по нарастающей. после этого клещи питаются, когда они получают свое питание, уже там в июне эта вся активность идет на спад, они начинают там откладывать яйца, из них появляются маленькие микроскопические клещи, первые, после первой линьки они не нападают на людей, могут напасть на маленького ребенка, грудничка, там, вот, но, как правило, они не в состоянии просто прокусить нашу кожу, и, возможно, еще летом нападение личинок, клещей. Цикл у них длится несколько лет, но для взрослого человека личинки менее опасны, потому что они не способны, то есть, самое основное это вот весенний рост травы интенсивной, вот этот вот нападение клещей, то есть, если ехать на Дальний Восток, то там Приморский край, очень высока вероятность заболеть от укуса клеща, если вы приехали, ну, там несколько смещенный сезон, там уже тут муссон, этот холод, и там клещи кусают дольше, ну, и там больше разнообразия видов клещей, но если приехать туда в августе, в сентябре, когда вот этот бархатный сезон, то там уже все клещи сытые, довольные, и можно достаточно побрызгаться и ходить по лесу уже не опасаясь заболеть, хотя лучше, если вы едете из Урал, сделать прививку заранее, чтобы уже быть наверняка, потому что может там какой-нибудь запоздавший клещ, который вдруг поздно проснулся, или он очень рано поел, а осенью ему захотелось поесть еще раз, он может укусить. А в связи с потеплением климата, граница ареала отодвигается же на север у клеща, они являются каким-то инвазивным видом для более северных территорий, то есть как меняется экосистема из-за того, что там появляются клещи, которых раньше не было? В плане вот этих вот кровососущих эксодовых клещей, у них такого вот прямо сдвига ареала нет, скорее появление человека для них имеет предоносный характер, так как они уходят с этих территорий, то есть на освоенных городских территориях клещи не живут, вот эти вот кровососущие, потому что им нужны вот эти вот их хозяева, вот эти вот полевки, то есть это домовая мышь и крысы им не подойдут, на них есть свои клещи, другие, а вот эти вот, которые вот кусают нас, они им не подходят. Есть колебания численности, которые у них тоже связаны с колебанием численности вот этих вот мелких зверьков различных, то есть в какие-то годы клещей может быть очень много, в какие-то очень мало, и связано это, но это не с изменением климата связано, личинками клещей питаются муравьи, особенно их любят муравьи, которые строят муравейники, ну купола вот из иголочек, вот, ну которые при слое муравей, тоже вот обычно у людей ассоциируется именно вот такой муравейник, вот они их очень хорошо едят, и почему-то, по понятным никому причинам, второй половине 20 века, сейчас идет снижение численности, почему-то эти муравьи исчезают, вымирают, и соответственно, поскольку муравейник это такой сверххищник, который в радиусе нескольких километров вокруг себя съедает все ползающее, то клещи оказались вне вот этого сильного пресса и стали более многочисленны. У меня вопросов больше нет, у вас есть? Задавайте, пожалуйста, в комментариях. У меня до хрена вопросов. Слушай, во-первых, вот полевку, то есть насколько серьезная угроза для полевок они, ну вообще для вот всякой этой живности, я так понимаю, там и горностая и прочее все теплокровные. Смертельно. Смертельно, то есть укус клеща для них смертелен? Ну если он, нет, 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 если он переносит вот этот вот тот же самый бриллиоз и энцефалит, они так же, как и люди, этим болеют и, соответственно, умирают. А зачем, то есть паразит, это же должно быть невыгодно? Или он считает, что их так много, что в общем и наклевать? Ну да. Даже болезни, кстати, я хотел спросить, этот клещ, он как бы... Там же есть еще другие виды болезней. Он переносит болезнь вируса, да, или он какую-то возбуждает болезнь в организме? Клещ тоже страдает от этого, потому что ему без этого вируса тоже лучше живется. Вирус энцефалит и бактерия баррелия. Для них смысл вот этого, что они заселяют кого-то, при этом этого, так называемый, этот резервуар, в котором они живут, этот организм, его могут кусать, при этом другие клещи, заражаться от него через кровь и разносить это дальше. То есть, это способ расселения, и он оказался успешным, несмотря на то, что хозяин в результате погибает. Слушай, а вот эти, которые клещи, ты говоришь, на крысах не живут, которые у нас бегают? Они на нас не живут, нас не кусают? Ну, да, у них есть своя зараза, да. И она к нам не имеет? Да. Есть там крысиные блохи, которые могут на людей переходить с крыс. Вот это да, но это не клещи, да. Слушай, а вот я видел много фотографий, где змея вся в клещах, лягушка в клещах, это что это? Это те же самые клещи? Нет. У этих свои клещи, они у рептилий, у земноводных, кстати, у земноводных вот я не помню, у рептилий есть вот прям специализированные отдельные семейства, которые вот связаны с ними, и они как бы существуют там с более древних времен, потому что клещи это одни из первых, если не самые первые организмы, которые вышли на сушу. Ну, известные в ископаемом состоянии. И они потом, соответственно, приспосабливались ко всем тем, кто появлялся на этой суше. Понятно, что рептилии они освоили раньше. Там вот эту чешуечную кожу, тем вот эту кожу, покрытую шерстью. Там же тоже за чешуей надо как-то зацепиться, под эту чешую забраться. структура кожи другая просто-напросто. Со змеи нас никто не кусает. Со змеи и с ящериц. Это вообще большое вопрос. Кстати, по поводу муравьев, но это теперь уже это, видимо, тема отдельного ролика, потому что Данил Горюнов, который мермеколог, он как раз говорил, что если ты хочешь, чтобы тебя не кусали клещи в походе, то еще и место, где муравейник недалеко. Да, да. Поэтому это как бы это очень полезный совет для тех, на определенном расстоянии от муравейника. Вопрос у меня по поводу строения. То есть это не насекомое, понятное дело, но большинство людей, если вот когда говорит, что клещи это не насекомое, делают большие глаза. Вот насколько у них различное строение внутри, то есть гемолимфа, дыхание, то есть вот это все, насколько они различны. Но по поводу внутреннего строения тут штука в том, что вот эти самые хелицеровые выходили на сушу разными путями. Если мы говорим о неполноусах, к которым относятся насекомые, то там считается, что у них была единая ветвь, и у них развилась трахейная система, в которой они все дышат одинаково. А здесь если смотреть, тут получилось так, что там отдельно выходили скорпионы, отдельно выходили пауки, отдельно выходили клещи, переходили к сухопутной жизни у каждого, устроено это системы по-разному. Причем клещи представлены двумя ветвями, не связанные между собой, поэтому и в связи с уменьшением своих размеров они вообще утратили многие виды дыхательную систему, потому что она им не нужна из-за небольших размеров. То есть у пауков, допустим, очень распространены дыхательный мешок и трахеи. У клещей у них есть что-то скорее наподобие трахеи, если говорить по-простому, но они не пронизывают все тело. Если мы говорим об эксодовых клещах, как устроена дыхательная система, то есть она очень модифицирована в связи с этим уменьшением. То же самое касается всех остальных внутренних органов, потому что если это крупные хелицировые, там понятно, что у него в каждом сегменте тело, там у него есть нервные узлы, которые там соединяются некими цепочками, есть центр наподобие мозга, который координирует это все в головном конце, там рядом с глазами, то есть мозг у них завязан на глаза, то у клещей специализация приводит к тому, что у них все нервные узлы связаны в один единый. Зрение тоже не очень развито, то есть у хищных клещей, которые там много бегают, охотятся, у них там есть глаза, вот у ксодовых, но ряда клещей глаз нету, желудок тот же самый, там пищеварительная система может очень сильно претерпевать изменения, потому что вы понимаете, что для того, чтобы ваше тело растянулось в 3, 5, а то и 10 раз, органы должны быть соответствующие, то есть там если сравнивать, допустим, с пчелой или с жуком, который свободно живущее существо, у которого скорее вот эта аналогия внутренних органов, она ближе к человеческой, ну то есть она не гомологична, аналогична человеческой скорее по строению, там по функциям, которые не выполняет, потому что мы тоже свободно живущие организмы, которые ни на ком не паразитируют, занимаются там каким-нибудь сбором активно своей пищи, ориентируясь на зрение, ну вот мы похожи, а вот здесь вот уже как бы не получается, то есть паук в этом отношении будет на нас похож больше, чем вот клещ, вот так, по своему внутреннему строению. Тимофей, скажи мне, пожалуйста, я как бы человек, который занимается изучением клещей, клещей, это тоже энтомолог или нет? То есть энтомология включает в себя только насекомых или в том числе вообще всех, что нестоногих, мил? Это называется акарология, акарис клещ от греческого, как бы это специальные люди, но дело в том, что в МГУ Лобоносова там есть такая традиция, что те, кто учатся на кафедре энтомологии, они занимаются сухопутными членистоногими, поэтому вот бывает, что связывают раз энтомолог, то он, значит, и в клещах разбирается, а получается так, что, допустим, ракообразные, они, это кафедра зоологии без позвоночных, там, другая, а вот здесь вот как-то вот эти, и вот смотришь, там, вот мокрицы, вот кто их, там, они вроде раки, вроде сухопутные, вроде они тоже к энтомологам попадают, хотя вместе с ракообразными вроде должны быть, а не у энтомологов. Медицинская энтомология, так называемая, еще есть, там, они изучают как раз все вот эти вот болезни, связанные с ленистоногими, которые сухопутные, поэтому она тоже к энтомологии, получается, относится, но это не насекомые. Энтомологи, это люди, которые занимаются насекомыми, но конкретно в нашей системе образования систематика немножко в другом ключе. Ну да, да. Изучающие клещи, там, этих, вообще, буквообразных, тоже находятся в, ну, как бы, на кафедре энтомологии, то есть, вот эти разделы проходят. Просто, ну, это не я должен говорить, потому что я не перед камерой, как-то, надо бы сказать, что Тимофей энтомолог, тем не менее, мы пришли внезапно, вот ни с того, ни с сего, расспрашивать про клещи, и Тимофей выдает такую гору информацию, что хочется ходить каждый день, снимать. Вот, но в следующий раз, Тимофей, мы к тебе придем за муравьями, потому что муравьи, это всегда симпатичное мне животное, я впервые услышал, что муравьи вымирает, я знаю, что пчелы вымирали, это, что муравьи пачками вымирают, для меня это, как бы, некоторое, я уже не говорю о том, что для меня это светлые силы в борьбе с клещами, вот теперь, ну и раньше я как бы знал, что они как бы не дружат, а они же, это прямо процесс, то есть сейчас вымирают, или этот процесс останавливается, как-то, или еще что-то? Ну это, по-моему, 70-х годов, что ли, было замечено, или 80-х в Европе, еще. А у нас непонятно. А у нас это пошло тоже, ну, несколько позднее, но сейчас это у нас, как бы, в прогрессе тоже, вот, то есть это вопрос к московской области, в Москве. А здесь непонятно, как бы, к кому, потому что солисты по муравьям, они не понимают причины вот этого явления, что вызвало, то есть это могут быть какие-то внутренние циклы их. Но это как бы... Понятно, что там, как бы, экологическая обстановка ухудшается, там меняется лес. Ну, последние годы клещей, как-то по ощущениям, стало больше, или это разговор все, не имею в виду в нашей классе? Ну, есть такой момент, но это тоже, не каждый год. Их, когда их становится больше, про это начинают кричать, когда их становится меньше, про это не говорят. Поэтому нам кажется, что их все больше и больше. Я не сказал бы, да, что там есть тенденции к их увеличению. Тут еще такой момент, что после, по-моему, годов с 50-х, 60-х начали активно травить, обрабатывать леса, в том числе этим, и ДДТ, в первую очередь, с него начали, от, ну, как считалось, от вредителей. Ну, естественно, убивало всех щеленистоногих, любых, вне зависимости от обстоятельств. Поэтому их общая численность сейчас очень спала, ну, в сравнении с началом 20-го века. Причем у нас это не столь было распространено, как в Западной Европе. Там, не просто попадая к нам, даже в Подмосковье, они с удивлением видят обилие вот этих ползающих и летающих насекомых, потому что там такого нет. Вот. Может, это и привело к уменьшению муравьев, если травишься, что они становятся? Ну, в том числе, да, им же надо, поскольку им нужна большая кормовая база, это все, как бы, это все взаимосвязано. Это может быть, как бы, вещи, которые в природе же, они проявляются не сразу, может проявиться спустя десятилетия, столетия, эффект, как бы, вот этого, вот этого действия. Сейчас, в целом, массовые обработки прекращены, то есть, нет такого, что там летит самолет и опыляет, там, всех дачников, там, все подряд, там, чтобы у них там не было вредителей, там, ну, когда-то вот это было. Сейчас вот обрабатывают массовые поля, есть там обработки тоже различными химикатами, это уже именно сельского сугодия в каких-то ограниченных масштабах, вот, но эффекта, как бы, уже есть. И вот как природа на это среагирует, потому что там она начинает каким-то образом возрождаться, ну, и вот, что мы видим. Там, мы же еще не знаем, все, может, мы используем еще какие-то вещи, но мы не подозреваем, что это вредно, а это отражается. Про рутовые аппараты клещей надо рассказывать отдельно, и с картинками, так что так на руками сложно, потому что я догадываюсь, что все хотят узнать, как он устроен и как он работает, но это да. Мы исчерпали все наши вопросы, если у вас еще остались свои, пишите их, пожалуйста, в комментариях, и мы еще раз зайдем к Тимофею, надеюсь, он не откажет. И не только про клещей? Да, не только про клещей. Как мы выяснили, интомологи занимаются всем мелким пользующим летающим. Тимофей все знает. Нет, нет, Тимофей не знает, не надо, не надо. Нет, нет.